Договор Договор этот уже будет подписываться третий раз подряд, он всеобъемлющий. МДЦ «Артек» это, наверное, мечта каждого ребенка, который или слышал о нем, или знает, или видел того человека и своих друзей, кто там уже был. «Артек» это место, где собираются все самые умные, самые сильные, самые талантливые дети. Со всей страны? Со всех 85 субъектов. И Государственная Дума меня уполномочила в лице председателя Комитета по спорту и делам молодежи Михаила Дегтярев заниматься подготовкой договора и впоследствии вести деятельность, которая будет направлена на развитие спорта через Международный детский центр «Артек». То есть мы будем награждать детей во всех регионах из числа тех, кто, первое, конечно, должен хорошо учиться, и второе, это занимать те или иные призовые позиции во многих видах соревнований. Они будут указаны отдельно на сайте рабочей группы. И также есть федеральная программа «Готов к труду и молодежи». Все, кто получил или получит золотой значок, могут смело обращаться. Нужно сдать норму ГТО? Да, сдаешь норму ГТО, получаешь золотой либо серебряный значок, гуглишь, находишь МДЦ «Артек», там мы обязательно будем как тематический партнер присутствовать, и оставляете заявку, и это уже одна нога ваша в «Артеке». «Артек» работает круглый год, дети принимаются в летний сезон от 8 до 17 лет, с сентября по май с 10 до 17 лет. Там работает школа, школа, причем, наверное, впереди всей планеты школа. То есть это школа, где диографию изучают в горах, там, где физику изучают в конкретных пещерах, где созданы все условия для того, чтобы производить те же искусственные молнии и так далее. Литература изучается по дороге к пляжу, обязательно учатся стихи, либо же заходят, дети заходят в дом Пушкина, Толстого, Чехова, которые, то есть, дома-музеи, в которые можно зайти и все это увидеть вживую. Насыщенная тематическая программа. Да. А как вы будете награждать победителя? Это будет бесплатная поездка в «Артек»? Да, это будет абсолютно бесплатная поездка в «Артек». И наших депутатов… На какой период еще? Смены, да? Да, смены, 15 смен в году, смена длится 3 недели, 21 день. Путевка абсолютно бесплатная, то есть «Артек» это за последние 2 года освоил больше 10 миллиардов бюджетных денег, внутри все самое современное, это как место, где, как земля будущего, то есть, там идеальные условия жизни, идеальное море, идеальная кухня, там, пятиразовый шведский стол, там, то есть, это… Наверное, даже взрослые захотели бы туда поехать при возможности. Это большая мечта, мы будем просить наших депутатов Государственной Думы принимать участие в утренних зарядках, то есть, мы планируем так сделать, что на каждой утренней зарядке будет либо депутат, либо какой-то большой спортсмен делать музыкальную зарядку в центре всего «Артека» для, вместе со всеми детьми, кто будет присутствовать именно в этой смене. И именно завтра состоится подписание договора? Да, завтра состоится подписание договора на ВДНХ, там сейчас идут дни «Артека», или, вернее, недели «Артека» проходит. А когда начнется основная смена лагеря? Нет такого понятия «Артека», то есть, она круглогодичная. Круглый год работает «Артек», то есть, там всегда тепло, это Ялта, Гурзуф, среднегодовая температура там плюс 15 градусов, то есть, в январе плюс 15, ну, летом чуть пожарче, плюс 30. А как можно туда попасть, допустим, если ты не участвуешь в каких-то спортивных соревнованиях, можно направить заявку? Да, ну, как правило, это специальная база создана руководством «Артека», непосредственно первым заместителем директора Зобовым Игорем. Он создал эту базу, где любой желающий может оставить заявку, и уже на основании в заявке все его достижения, неважно, кто ты, физик, химик, ботаник, спортсмен, шахматист, там, либо просто хороший человек, перепишешь все свои достижения, вносишь в официальную базу, конечно, подтвержденные достижения. И на основании электронного рейтинга «Артек» сам себе отбирает того, кто туда поедет.